Девочки, весна идет, сейчас пока я хочу вам показать. Вот такой хейнбенд, скорее всего, вы его прекрасно знаете, я вам ничего не открываю, но здесь он является такой важным элементом в кантри-стиле. Поэтому, если вы пойдете на Родео, или вы пойдете в бар, или вы пойдете в ресторан, девчонки, которые работают в ресторане, одевают, обязательно кантри это должен быть расшитый камушками, желательно с бирюзой, конечно же. У меня есть другой бирюзовый цвет, и они бывают разные. Бывают вот такой вот подушечкой, когда вы волосы заворачиваете, и получается такой сзади, знаете, такой красивый пучочек. Вот, а бывают просто на резиночке. Так, ну в общем-то, как оно работает? Я, конечно, не мастер, но я просто покажу вам идею. Вы там уже дома додумаете, как ее одевать. Короче, одевается она вот так вот, по лбу, сзади идет вот линия чуть ниже ушей. Дальше, знаете как, я держу волосы вот так, потому что мне их нужно теперь все будет заворачивать, и даже вот если вот эти не завернутся, ну и фиг с ними. Ну и что, пускай торчат. Вот, и длина волос у меня, как бы видите, не длинные волосы, и то у меня трудно их заворачивать. А когда длиннее, не знаю, чуть-чуть, надо пробовать. Дальше, в общем-то, самое противное место, это вот это. Его нужно завернуть, потому что оно часто очень может быть видно. Так. Сегодня волосы у меня не свежепомытые, знаете, я их мыла вчера, поэтому сегодня они уже капризничают. Вот, сюда. Ну, не вижу, зеркала нет, смотрюсь в камеру. Вот, потом беру я еще вот следующие прядки, да, и тоже так вот заворачиваю. Дайте хоть посмотрю, вот это зеркало, что ли. И вот это. Вот, главное, чтобы вот здесь петухов не было. Вот, а теперь оставшиеся тоже подворачиваю и закладываю. А теперь так аккуратненько все должно быть распределено. Потом, конечно же, подходите к зеркалу и смотрите, что там, где что торчит, нужно убрать. Упс, я вижу, даже здесь уже вижу, что вот у меня куча волос торчат. Конечно, ну, не самое лучшее, я старалась, конечно, показать идею, да. Вот так вот волосы убираются. Я в жару ходить с такими волосами не могу, честно. Потому что мне на лбу вот здесь вот становится жарко. Потому что когда в Оклахома жарко, у нас начинается погода жаркая, то тут уже, знаете как, шутки не шутить. Жарко, в основном, пучок вот так вот. Волосы только выпрямляю, потому что только так. Можно спастись от жары. Вот, и, ну, что ты вот торчишь? Торчит как хочет. Сейчас тоже еще заправлю. Вот, поэтому только выпрямляю. Если волосы не выпрямлены, мне очень жарко, очень. Так, девочки-мальчики, сегодня делаю себе второй завтрак. Это смуфи называется. Я уже своим правильным питанием потеряла 3 килограмма. И теперь уже у меня осталась такая отметка, знаете, когда дальше уже идти нельзя. Надо теперь как-то поддерживать. Поэтому я себе сегодня делаю питательный смуфи. И в основе идет авокадо. Потому что жирные кислоты, пусть они и будут жирные, но, по крайней мере, они будут полезные. Значит, что я беру? Половинка мне нужна авокадо. Дальше, по идее, я это увидела в интернет, как обычно. Вот, по идее, нужно брать персиковый нектар без сахара. Но я купила вот это. Мне понравилось. Стоит оно, знаете, как бы так, недешево. Там, по-моему, 4 с чем-то. Такая вот маленькая бутылочка. Здесь написано, что как раз для смуфи. И написано, что без сахара. Здесь вот эти все, видите, ингредиенты. То есть банан, ананас, в общем-то, кокос, апельсин. Да, неплохое такое сочетание. Дальше там нужна чайная ложечка ванили, лед и, конечно же, сам блендер. Так, значит, авокадо у меня очень большой. Если это средний авокадо, то тогда, конечно, можно, наверное, пол, целый. Но мне не нужно, потому что у меня есть еще и другой. Ооо, какой ты мясистый. Дайте попробовать. Вкуснятина какая, а? Он прямо вылетает вместе со всем. Беру блендер. Ну, у меня он такой, знаете, уже видавший виды. Но никак новый не соберусь купить. Думаю, а зачем, если еще пока этот работает. Так, вот это все мы сейчас вот сюда. Боже, какой он вкусный. Я обожаю авокадо. Я не знаю, как вы, но я просто аж меня трясет, когда я вижу авокадо. Это очень просто. Беру, наверное, половинку. Сейчас я сначала их взболтаю, потому что я так иногда смотрю, а тут на дне оседают. Так, и называется, видите, написано naked. Подождите, где камера? Naked. О, боже мой. С открыванием бутылок я не очень хорошая, поэтому всегда зову мужа. Ну, ладно, в этот раз я обошлась. Так, и заливаю половину. Это половина. Смотрите, какой он классный, да? Пахнет. Пахнет ананас. В общем, тут смесь какая-то. Так, добавляю дальше экстракт ванили. Одну чайную ложечку. Говорят, для запаха очень хорошо. Посмотрим. Вот, и туда добавляю я половину стакана вот этими ложку. Льда. О, даже больше ушло. Ладно. И сейчас буду взбивать. У меня коты мои уже удрали. Они ненавидят этот... Так, и смотрим, что получилось. Он такой густой. Смотрите, какой у него цвет. Такой зеленоватый. Класс! Вот такой вот смуфи. Сейчас буду пробовать. Короче, девочки, распробовала я это. Очень классный. Но вот эту баночку за почти 5 долларов, конечно, покупать, не знаю, наверное, не надо. Не стоит, потому что есть все эти продукты, если дома. Если у вас там завалялись где-то банан, ананас, апельсин, да? Точно так же. Все в блендер вместе. Но за основу берется, конечно же, авокадо. Видите, большая часть. И, в общем-то, неплохо. Мне очень нравится. Мне нравится именно сочетание этих вкусов, где чувствуешь каждого. В общем, классно. Мне нравится то, что вкус такой, знаете, интересный. Он и не соленый, и не сладкий. Потому как сахара здесь нет. Получается, вы уже не добавляли сахара. Короче, мне очень нравится такой рецепт. Я опыту его делать. И что я сегодня готовлю, это ленивую пиццу. Все уже ее делали, только я не делала. Вот собираюсь. Так, для этого я беру томатный соус. Сейчас я буду готовить томат. Мы обычно всегда, когда делаем домашнюю пиццу, мы делаем сами томат. Добавляем кое-какие спицы туда. Но за основу мы берем вот этот соус. Мы его покупаем в Костке. Там всегда все хорошего качества. Написано, видите, органик Калифорния. Вот, дальше моцарелла сыр тертый. Небольшой пакетик здесь у нас. Мы покупаем. Мне сейчас не нужно было много, поэтому я взяла маленький пакет. Можно и большой. И, конечно же, наши любимые паф пейстри. Обожаю. Столько много всего можно сделать с ними. Потому что тесто слоеное. Оно соленое, наверное, да? Больше соленое. В общем, оно годится как для сладких блюд, так и для соленых блюд. Для любых абсолютно. Такой старинный ковшик, любимый моего мужа. И вот я открыла этот соус, паста. Вот он вот такой. Видите? Для борщика, кстати, его тоже очень хорошо. Но я для борща использую немножко другую, более такую густую пасту. Так, все это я сейчас выливаю вот сюда. И пусть хотя бы мне нужно будет не полная баночка, но все равно я его сохраню в холодильнике. Это не проблема. Так, теперь я добавляю кое-какие приправы. Базилик. Я добавляю... Где моя зная ложка? Три. Мы любим, когда его побольше. Три. Дальше. Чили. Надеюсь, видно, нет? Чили 3000. Приправы. У меня муж специалист по приправам. Я не очень. Я только спрашиваю, что добавлять. Половинку. Половинку. Так как я вообще совсем чуть-чуть. Очень сильная вещь, но очень неплохая. Соус получается классный. И вот это, читайте. Орегано. Одна чайная ложечка. Все. Сейчас вот это пойдет у меня на плиту. Еще иногда добавляем мы гарлик, то есть чеснок. Чесночную соль немножечко. Но вообще это вот уже соленое. То есть по идее уже ничего добавлять здесь по вкусу не надо. Кипятить его, в общем-то, и варить его не надо. Нужно, чтобы только он хорошо разогрелся. Только вот первая бульбочка пошла, и я его снимаю. Потому что главное, чтобы вот эти все приправы, которые я добавила сюда, чтобы они начали уже действовать. Все. Сейчас оставляю, пусть немножко остынет. Я положила всего немножечко муки, так, чтобы не прилипало. И у меня они еще, знаете как, они холодные, но уже, по крайней мере, их можно развернуть. Я разворачиваю одну, разворачиваю вторую, и сейчас мне нужно вырезать круглую форму. Я не собираюсь их раскатывать. Вот так как они есть, так они и будут. Я беру тарелочку, у меня как раз, видите, размер очень подходит, и вырезаю круг. Жалко так выбрасывать вот эти края, но что поделаешь. И вот эту вторую половинку пока снимаю. Так, теперь я беру, давайте-ка посмотрим, сначала я начну с двух ложечек, а там посмотрю, может быть, этого будет достаточно. Так, чтобы немножечко, знаете, до краев не доходило, я так поняла, что нужно оставлять все-таки место. Да, еще одна ложка поместится, потому что пицца должна быть сочная, она не должна быть сухая, ни в коем случае. Весь оставшийся томат я в контейнер и в холодильник. Я беру сыр моцарелла, который я вам показывала вначале, и укладываю его. Сыра, как и томата, должно быть тоже много, иначе это не пицца. Теперь накрываю вторым кругом. Свой любимый страшный поднос, и вот такую штуку я все время использую, это спрей масла, намного удобнее, чем когда вы просто раз и все. Намного удобнее, чем маслом или маргарином, или чем-то еще и лозить. И перекладываю теперь вот сюда. Я ставлю вот такой стакан где-то на середину, наверное, надо было стакан взять немножко потоньше горлышка. Нашла старинную кружку от пива, она идет чуть меньше, годится. И теперь мне нужно разрезать это все на кусочки, на вот такие. все по кругу. Я поставила уже духовку, вернее, включила духовку, нужно разогреть ее до 400 градусов по Фаренгейт, и это, по-моему, 204 по Цельсию. Вот, и сейчас мы делаем так. Беру и вот так ее так, надо, чтобы только была она полностью разрезана. и перекручиваю. Даже, может быть, вот так. Нет, два раза в раз. Прыжок в два оборота. Я еще раз, видите, с ножом иду, чтобы быть уверенной, что оно разрезано. все. И вот так вот вы поняли, если по кругу. Взбила одно яйцо, и теперь нужно это все хорошенько помазать. Терпеливо, как обычно. Терпение во всем. Все. И в духовку на 20-25 минут. Только только я вынула это все из духовки, пока это все еще горяченькое, и мне даже просто интересно, как оно, ооо, как оно хорошо выглядит. Какой, смотрите, смачный кусочек. Сейчас я его и запробую. Сейчас я немножечко добавлю пармезана, мы уже начали его есть. Муж уже сразу же утащил, видите? Но это только был первый заход. Я думаю, что он вернется, потому что вкус действительно неплохой. Я себе соорудила вот такого вот красавчика. у меня был апельсиновый джем, и я туда его положила. Вот, наверное, он еще вот отсюда выглядывает. То есть, вот это вот сладенькое, это для меня. А пицца уже, все, пицца уже ушла в историю, ее уже нет. Ничего показывать.